Сегодня Бог говорит через Евангелие, через проповедь. И некоторые нуждаются сегодня в слове ободрения, поддержки, благословения. Но я верю, что Дух Святой, Он знает сам, в чем мы нуждаемся. И бывает это слово, оно поддержит нас, а бывает даст пинга. Кто из вас понимает, о чем я говорю? Бывает стимулирует нас делать что-то, и нам больно. И очень важно, чтобы это слово, оно достигало сердец. В Нагорные проповеди к Иисусу приходили, там не было ни прославления, ничего. Там даже пищи не было, и воды не было рядышком нормальной. И самое интересное то, что Он учил и много учил. Люди все равно приходили. Они не смотрели на время. Кто из вас на время смотрит? Наблюдает за временем. И есть время, которое мы должны уделить учению. Слову Божьему. Аминь. Иисус воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Вы знаете, весь мир видел то, что Иисус умер на кресте. Но никто не видел, как Он воскрес. Весь мир видел, как Иисус Христос пришел на эту землю и явился. Об этом свидетельствовала звезда. Но никто не видел, как Он воскрес из мертвых. Он не являлся тем неверующим людям и не знающим Богом. Он не появлялся тем, которые не хотели Его видеть. Кроме одного человека, это Павел. Помните? И то Он должен исполнить Слово Божие. Никому Он не являлся. Ни одному человеку. Знаете почему? Потому что Бог желает открыться тем, которые ищут Его. Те, которые хотят Его увидеть. И вы знаете, я хочу читать сегодня о тех, которые ищут Бога. Есть ищущие Бога. Жаждущие Бога. Давайте откроем Иоанна 20 главу. В первый же день недели Мария Магдалина приходит, как к гробу рано. Еще было темно. Она жаждала Его видеть мертвого. Потому что она любила Его по-человечески. Она любила Его, потому что есть люди, с которыми тебе хорошо. Правда? Его одно присутствие. Оно уже удовлетворяет тебя. Люди, которые давали тебе мир. Которые дали тебе жизнь. Дали тебе возможность. Дали тебе выход из твоей депрессии, может. Из той ситуации, в которой ты находилась. Вот эта Мария, она именно это и получила, наверное. И она пришла Иисуса найти мертвого во гробе. Она пришла и видит отваленный камень. Этот камень был тяжел, и она не понимала, кто может отвалить ей камень. Но самое интересное, ей там камня не оказалось. Она заходит во гроб, и она не видит Иисуса Христа. Это было воскресенье. Это был воскресный день. Вы знаете, почему воскресенье? Потому что Иисус воскрес. Это первый день недели. Это первый день недели у евреев был. Они уже могли выходить, могли что-то делать, могли работать. Но Мария ночью бежала куда? О, рано утром еще было темно. Кто из вас рано утром так встает, еще темно, что встретится с Иисусом? Тем, которым вы любите, тем, о котором вы мечтаете. Смотрите, рано-рано утром она бежала. Второй стих. И так бежит и приходит к Симону Петру. И видит, что камень гроба отвален. И так бежит и приходит к Симону Петру. Вы знаете, я понимаю ее с одной стороны. Женщины, они боязливы. Они понимают, что что-то здесь не так. Когда она пришла и увидела, это было темно. Я хочу, чтобы вы просто представили ту ситуацию. Это был мир, который... Ну, если бы я на кладбище был, и было темно, и отваленный камень, я подумал, что здесь что-то не так. Надо убежать отсюда. И она правильно бежала. Она бежит. Она убегает. Она берет с собой мужчин. Она правильно делает. Она берет еще двух мужчин, как минимум. Там был Иоанн и Петр. И они приходят. Петр заходит в гробницу. А Иоанн смотрит. Он заглядывает туда и видит плат, лежащий особым образом. И он говорит точно. Он воскрес. И плат, который был на голове, седьмой стих, не с пеленами, лежащий на особо свитой, на другом месте. Тогда вошел другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Я хочу, чтобы вы услышали. И увидел, и уверовал. Другой ученик – это Иоанн. Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых. Ну, я вам честно скажу. Я понимаю. Все понимаю. Но столько раз Иисус говорил, что Он воскреснет из мертвых, они Ему не верили. Вы знаете, есть такое правильное отношение и правильное положение. Когда мы приходим в церковь, исследуйте Писание. Исследуйте Слово Божье. Истина ли это так? Потому что, когда ты исследуешь Писание, из них ты будешь иметь жизнь. И они были с Иисусом Христом, и они видели те чудеса, которые Он творит. Они слушали одним ухом Его, а другим ухом пропускали все мимо. Они не слышали ни проповедей, ни откровений, которыми Он делился. Почему? Потому что все, что Он говорил, Он говорил, «Я воскресну! Послушайте Меня! Ждите Меня! Я воскресну!» Они говорят, «Да ну, как это может быть? Я не верю». И Иоанн тут четко подчеркивает даже, что они еще и не знали с Писания, что Он воскреснет. Им надо было доказательство. Вы знаете, есть вещи, которые доказали, что Иисус именно тот, ради кого мы приняли и получили все остальное. Помните, Иисус сказал, Он идет за грех всего мира. Они в это не верили. Он потом говорит, «Я воскресну!» Они в это тоже не верили. Но когда Он воскрес, что-то произошло с их разумом, что-то произошло с их мышлением, потому что воскресение им дало веру на все остальное. Потому что то, что Он говорил, это истинно так. То, что Он говорил, что умер за мои грехи, это воскресение доказало. Потому что воскресение доказало все, что Он говорил. Это истина. Это правда. И Он еще что-то сказал ученикам. Он сказал, «Слушайте, я пришлю вам другого утешителя, Духа истины. Он напомнит вам все, что Я говорил вам. Он напомнит все, что Я говорил вам». Почему Он это говорит? Потому что вы не способны сейчас верить. После воскресения к ним пришла вера. Послушайте внимательно. Веру дает Бог. Веру вкладывает нас Бог. Веру доказывает Бог. Почему? Потому что Иисус сказал, «Я воскресну!» «Я воскресну!» Они говорили, «Да, ты говорил, что ты умрешь за грехи мира, но Я тот же Петр, Я тот же Иоанн, Я с теми же своими в голове желаниями. Я трижды отрекся от тебя. Да, мне больно. Я поступил, как человек слабый». И вы знаете, но воскресение дало мне силу. Скажи, воскресение дало мне победу. Воскресение мне дало победу над всем остальным, над своим мышлением, своим неверием. И вы знаете, Иоанн, он понял, что после воскресения все, что говорил Иисус, они начали вспоминать. Они начали обдумывать это. Они начали размышлять над этим. До этого они просто это слушали. До этого они это слушали. Они соглашались с этим. Мне приятно это слышать. Мне приятно, что весь город спасется. Мне приятно многие вещи слышать. Мне приятно эти вещи говорить. Но послушайте внимательно. Но со временем пришло то пробуждение, прорыв в их жизнь, когда воскресение пришло в их жизнь. Смотрите. Итак, ученики возвратились и уже были другими. Они возвратились к себе и рассказали всем остальным. Он воскрес, наверное. Он, наверное, воскрес. Приходит Петр с Иоанном к ученикам. Они все в страхе, потому что их тоже могут убить. И они говорят, слушайте, мы были у гроба, камень отвален. Одежда его лежит. С головы повязка лежит особым образом, как будто он ее свил. Он ее положил, складывал. Это было особо. И они знали Иисуса. И они говорят между собой, наверное, то, что он говорил. Это правда. Вы знаете, бывает в нашей жизни происходит прорыв веры. Вот такой мгновенный прорыв веры. Почему Иисус не являлся до этого? Прорыв веры. Нужен прорыв веры. Если у тебя нету жажды, хотя бы прорыв веры, может быть Иисус и в правду говорил, в правду, в твою жизнь. Попробуй, испытай. Попробуй в своей жизни те, кто сделает определенные вещи. Попробуй, покайся, попробуй, измени свою жизнь. Приди к Богу. А Мария осталась у гроба. Знаешь, почему Мария осталась у гроба? Она жаждущая. Она пришла рано-рано, утром. И она осталась, потому что она хотела встречи с Иисусом Христом. Насколько мы жаждем сегодня и желаем встречи с Богом? Насколько у нас есть желание встречи с Ним? Насколько мы хотим этого? Вы знаете, Иисус, Он даже не успел ничего сделать. Он не успел ничего совершить. Он просто воскрес. Мария, она задержала Его. И видит двух ангелов, белых одеяний, сидящих, одного у головы, другого у ног, где лежало тело Иисуса. Петр этого не видел. Они говорят ей, «Жена, что ты плачешь? Унесли Господа моего, не знаю, где положили Его». Сказавшая это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала его, что это Иисус. Петр и Анна этого не видели. послушай, есть жажда, которая не дает возможности Иисусу пройти мимо тебя, даже воскресшему. Господу уйти от тебя, когда Он здесь. Не пройти. Слушай, жажда, которая наполняет все и заполняет все. Здесь интересно. Смотрите, Иисус разговаривает и обращается к ней. Что ты плачешь? Кого ищешь? Она думает, что это садовник. Говорит, «Господин, если ты знаешь, кто вынес его, скажи мне, где ты положил его? И я возьму его». Иисус говорит, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Равуни». Что значит учитель? Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне». Что значит «Не прикасайся»? Знаете, есть люди, которые хватаются вот это за мертвое еще, за человеческое. Мы хватаемся за Иисуса, как за свою личность, которая принадлежит только нам. Но Он пришел для всех. Мария, она хотела схватиться за Иисуса, не отпустить Его. Ни к Отцу, ни к... Она пришла как к гробу, потому что она хотела встретиться с Иисусом мертвым. Но Его там не было. Она не верила, что Он воскреснет. Я вам серьезно говорю. Она не верила в это воскресенье. Она просто Его любила. Его любовь настолько была велика, настолько сильна, что она ухватилась за эту любовь. И даже мертвого Иисуса она почитала, потому что столько Он сделал для нее за этот промежуток времени, что ей хватило бы этой живительной силы на всю жизнь. И даже для всех. Но Иисус говорит, не хватайся за Меня, не держись за Меня сейчас, дай Мне уйти. Есть моменты, когда Господь должен уйти. Он пришел на время для того, чтобы встретиться с Марией, которая жаждала Его, встретиться с Петром, который жаждал сегодня Его. Не, Он сейчас не жаждал, но когда Мария пришла и рассказала, что она видела Иисуса. Она сказал, он, наверное, сказал, как Фома, только в сердце. Почему она видела, а я нет? Вы знаете, никто не видел воскресенье, никто не встретился с Иисусом Христом. Кроме тех, которые жаждут Его, которые желают встречи с Ним. Сегодня люди, знаете, они по благодати думают, что они встречаются с Богом. Нет, вы подошли к Христу. Крест видят все, и грешники, и негрешники, потому что Он пришел ради грешников. Воскресший Иисус пришел не для всех. Он пришел к жаждущим. Мария, что ты держишь меня? Отпусти меня. Есть люди, которые сегодня настолько жаждут, что они готовы держать. Вы знаете, почему они благословенные? Потому что Бог на них, потому что у них есть жажда. Жажда по Богу, она дает тебе силу. Откуда эта жажда пришла? Да Бог просто восполнил мои нужды. Бог благословил меня. Это благодарное сердце, это любовь, которую Он дал мне. Это мир, который я имею в нем. Да, может мне сейчас тяжело, да, может быть мне сложно, но жажда, она покрывает все, она убирает все. Иисус говорит, Мария, успокойся, все хорошо, только не касайся меня. Иди к братьям моим и скажи, я всхожу, я иду к Отцу. Послушайте, и после этого Он пошел на небо, вознесся. Нет, нет, жажда не допустила Его. Послушай, есть люди, которые по-настоящему жаждут. Жаждут встречи с Ним, жаждут присутствия Божьего в их жизни. И эта жажда, она дает, не дает Иисусу Христу покинуточную землю еще 40 дней. О, о, вот почему Он не покидал 40 дней. Ему со всеми надо было поговорить, ему со всеми надо было пообщаться. Он не являлся всем, он не являлся фарисеем, он не явился царям. Кому Он явился? Жаждущим. Жаждущим. Скажи, если я буду жаждать, если я буду жаждать, я буду помнить, что Он мне обещал, явлюсь Ему сам. Скажи, явлюсь Ему сам. Смотрите, явление Иисуса Христа относится к людям, которые жаждут. Не все имеют откровение Иисуса Воскресшего. Это не на Пасху сказать, Христос воскрес. Это жить с Иисусом Христом Воскресшим. Это иметь откровение Иисуса Христа внутри себя. Потому что Иисус воскрес из мертвых для тебя, чтобы ты сегодня имел силу. И вы знаете, Мария изменила свое мышление, она изменила все. С этого момента Мария вспоминает, что Он говорил. Я хочу, чтобы ты понял, Слово Божье начинает работать, когда ты начинаешь жаждать, когда ты начинаешь жаждать присутствия Божьего в твоей жизни, когда Бог, то, что Он говорил, дай аминь. Вы знаете, сегодня многие читают Библию, но у одного она работает, а у другого нет. У одного откровение действует, а у другого нет. Почему это происходит? потому что они не верят. А откуда же ей вере появиться, если они не знают Иисуса воскресшего? Потому что все происходит через воскресение. Все происходит через воскресение. Если я получил откровение воскресения Иисуса Христа, встречу с Ним, пережил то, что Иисус Христос дал мне Духа Святого, я буду вспоминать, что Он говорит мне. Я вспоминаю Слово Божие, которое говорит мне, не оставлю вас, не покину. Он обещал нам не покинуть нас. Где Он? Сорок дней. Он ходил и являлся Иисусом. Вы знаете, это было прекрасно, когда Он попрощался с ними и сказал, все, я ухожу, уже не ищите меня, я не хочу уже быть здесь, я иду на небо, но я приду, когда жажда достигнет пика. Это для вас откровение, послушайте внимательно, сегодня люди скажут и пока не скажут приди, ожидающие не скажут приди, жаждущие скажут приди. Откровение Иоанна заканчивается так. Вы знаете, Мария, она вас жаждала Иисуса, она встретилась с Ним первая. Кто первый видел Иисуса воскресшего? Молодец, Мария, скажи Мария. Но если ты даже и последним увидишь Иисуса воскресшего, то это ты ни в чем не потеряешь. Послушай, но ты должен встретиться с Ним. А знаешь ли ты Его? Христос воскрес. А знаешь ли ты Его? Видел ли Ты Его? Он обещал, что не покину вас, не оставлю, явлюсь Ему. Знаешь, кому Он явится? Верующему. Он придет в жизнь человека, верующего. Не сложно ли я проповедую вам? Это воскресенье. Это воскресенье. Сегодня день воскресенья. Оно приходит для каждого из нас. Но если я не буду жаждать встречи с Иисусом Христом, я могу знать, что Он воскрес. Мне рассказывали, что Он воскрес. Я даже могу делать определенные дела, но я не пережил встречи с Ним. Воскрешу. И мне нравится. Мария идет, возвещает ученикам, что видела Господа. И что Он сказал ей. И в тот первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики, были заперты из-за опасения. Так, Мария видела, мы не видели. Что-то здесь не то. это неправильно. Но Он же сказал, что Он явится нам. Вы понимаете, они перепроверяли то, что Он точно это сказал? Фома, он точно это сказал? Да. Филипп, он точно это... Фома ушел, ладно, пойду на базар. Пойду заниматься своими делами. Но Он точно говорил это. Я уверен в этом. Когда у них появилась уверенность? Когда Он воскрес из мертвых. Еще раз говорю, воскресение дает тебе уверенность в том, что мы получаем то, что Иисус обещал. Все, что Он обещал в Слове. Новый Завет состоялся после воскресения. Завет Иисуса Христа работает воскресение, воскресение Иисуса Христа. Помимо этого, Он еще что-то обещал. Он обещал, что мы с Ним воскреснем. Вы не забыли это? О, послушайте, почему этот радостный день воскресения? Потому что те обещания дай аминь, Его присутствие дай аминь, воскресение Иисуса Христа. И они уже думают, что же делать? Как же быть? Иисус сказал, а, смотрите, и когда дома были заперты из-за опасения от Иисус стал посреди и говорит, мир вам. Ну вот, исполнилось слово. Они радовались, они веселились, нет, они еще недоумевали, потому что, когда начинает в твоей жизни исполняться слово Божье, ты не понимаешь многих вещей. Когда твоей жизни начинает оживать слово Божье, ты многие вещи для тебя как в новинку. я помню, когда я пришел в церковь, я понял, что Иисус воскрес из мертвых, и моя жизнь изменилась. Моя жизнь начала меняться постепенно. Я мог ходить вот так вот. И радость, которая была внутри, она была, наполняла меня. Знаете почему? Потому что Господь делал столько чудес в моей жизни, столько благословений я ощущал в своей жизни, потому что я понял, что Он воскрес из мертвых. Я осознал это, я вполне это признал, но меня это разрывало изнутри. Что мне с этим делать? Что мне делать, что так сильно разрывает? И Он говорит, идите расскажите другим. Вы знаете, что благая весть заключается в воскресении мертвых? Нет, Иисус воскрес, слушай внимательно, если Иисус воскрес, то все обетования дай аминь. Все, что Он сказал, дай аминь. А вы знаете, сколько Он наговорил? Я извиняюсь, конечно, но Он столько пообещал, если ты принял воскресение в свою жизнь, как личное воскресение, твое воскресение, значит, все, что Он обещал, дай аминь. И это постепенно, шаг за шагом, три года они вспоминают, три года своей жизни вспомнить за один день, за одно мгновение невозможно. Они начинают записывать, потому что можно забыть что-то. поэтому рождается слово Иоанн Вы слышите меня? Кто из вас понимает, о чем я говорю? Воскресение дало нам жизнь. Мы живы, потому что Иисус жив. Мы воскресли вместе с Ним уже, потому что Он так обещал. Слушайте дальше. Иисус сказал, что вам делать? Второй раз вам говорю, мир вам. Давайте в 21 стих. Как послал меня Отец, так и Я посылаю вас. Вы знаете, Иисус послал их творить свою волю. Как Отец послал творить. О, а что мы будем делать, Иисус? А вы вспомните, что Я говорил вам. Слышишь меня? Вспомни, что Я обещал вам. Вспомни то, что в твоей жизни должно отобразиться. Бог обещал тебе силу. Где она? Жаждущие, идите к водам. И желающие, пейте, берите, покупайте, без серебра, без золота. Он говорит о Слове Божьем, которое Он уже проговорил. Он сказал, вы знаете, то, что сказал Иисус, оно не было сказано на ветер, оно не было сказано просто так, оно все исполнится. Поэтому Он говорит, замечайте, записывайте, что вы слушаете. мы слушаем сегодня и мы пропускаем мимо ушей. Знаете почему? Потому что мы ученики Иисуса Христа. А надо стать помазанниками Иисуса Христа. Слышишь меня? Ученик и помазанник это две разные вещи. Христианин и помазанник. Скажи, я помазанник Божий. Идите, я посылаю вас. Он говорит, я уже помазал вас. У вас есть такое помазание, как у меня, потому что как отец послал меня, так и я посылаю вас. Помазание это послан, это то дает тебе поручение, определенное поручение. И вы знаете, воскресенье дало тебе жизнь. Слушай, настоящая жизнь пришла из воскресенья. Иисус воскрес из мертвых. Христос воскрес, воистину воскрес. Христос воскрес, о да, воистину воскрес, но я еще не встретился с Ним. Слушай внимательно, Мария видела Его, Петр видел Его, Иоанн видел Его, Я видел Его. Где Александр тут? Саша Шевченко, где ты с детьми? Я видел Его, да? Кто еще видел Его? Он все свидетель, Я видел Иисуса, воскресшего. Слушай внимательно, Он воскрес, ты можешь сегодня встретиться с Ним, ты можешь видеть в жизни своей Иисуса Христа, и это не галлюцинация? О, Он вошел на небо, но теперь Он говорит, кто будет веровать Слову Вашему, тот спасен будет. Вера приходит, и встреча с Иисусом Христа приходит в твою жизнь. Если ты просто желаешь встречи с Богом, тебе нужно поверить мне. Поверь мне. Поверь мне. Иисус Христос, Он сегодня живой для тебя, чтобы ты мог встретиться с Ним, получить ответ на все свои вопросы, получить то благословение, в котором ты нуждаешься, получить милость от Него, в которой ты нуждаешься. Знаешь почему? Ученики были в страхе. Иисус разрушает их страх. Он дает им поручение. Дунал говорит им, примите Духа Святого. Знаешь, что он говорит? Вспомните, что я говорил вам. Он должен напомнить вам, что я говорил вам. вспомните, что я говорил вам. Вспомни, что он говорил тебе. Дух Святой, он всегда будет напоминать, что говорил Иисус в твою жизнь. Аллилуйя. Мне это нравится. Вспомни, что говорил. Вспомни. Он дунул на них. Все попадали. Нет. Они даже не почувствовали. Они тут не верили в Иисуса воскрешивая. Тут он явился им. Потому что захотели встречи с Ним. Это все идет постепенно. Через 50 лет, 50 дней только, через, может быть, через 40 дней они были крещены Духом Святым. Сработало наконец-то. Жажда все. Он обещал Духа Святого. Мы не знаем, что это такое. Но мы верим в Иисуса Воскресшего. Вы понимаете, о чем я говорю? Все работает. все, что говорил Иисус, все, что Он дул, все, что оно работает. Со временем в твоей жизни сработает. И то, что ты в церкви сегодня, оно сработает. Оно выйдет. Оно благословит тебя. Потому что Иисус здесь. И Он хочет встречи с тобой. Он хочет наполнить тебя. Он хочет благословить тебя. И вы знаете, когда Он явился, у меня мурашки. Вы знаете, Фомы не было. Фома не верующий. Фома жаждущий. Он говорит, не поверю. Знаешь, почему Он сказал? Я тоже хочу так не верить, как Фома. Я хочу жаждить поверить теперь. Он верил, что Иисус должен прийти, потому что Он обещал это. Не оставлю вас, не покину. Все я с вами до скончания. Где Он? Фома хотел видеть Его? Аллилуйя. Я извиняюсь. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди Иисус и сказал мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда, посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои. Даже ученики этого не делали. Слышишь? у Фома у была жажда встречи с Иисусом Христом воскресшим настолько сильно. Он не ушел от учеников. Он был с ними. Он пребывал с ними. Он все понимал ради Фомы. Слушай внимательно. Кто здесь такой неверующий есть сегодня Фома? Господь на этом месте. Бог на этом месте. И Он хочет встречи, чтобы ты начал ощущать, переживать Его присутствие в своей жизни. Я завидовал Фоме, кстати. Какое-то время в своей жизни потом мне Бог говорит, ты имеешь гораздо. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда, посмотри руки мои, подай руку твою, вложи в ребра мои и не будь неверующим, но верующим. Скажи своему соседу, перестань не верить тому, что говорил Бог. Иисус есть Бог. Перестань не верить тому, что говорил Бог. Если Он на небесах, значит, Ему там важнее сейчас. Прими Духа Святого. Фома сказал в ответ, Господь мой Бог, мой, Иисус говорит Ему, Ты поверил потому, что увидел Меня. Блаженный, не видевшее, но и уверовавшее. Вы знаете, блаженный, это состояние когда Дух Святой тебя наполняет и открывает тебе, что ты видишь. Что ты видишь? ты видишь Господа Воскресшего. Что тебе важно сейчас? Кто тебе важен сейчас? Насколько тебе важен? Встреча с Иисусом Христом? Он глава? Он все в твоей жизни? или ты знал и ты знаешь, но где положили твоего Господина? Ты идешь к гробу, и некоторые до сих пор ходят к гробу Иисуса Христа, потому, что они видели крест. Крест виден всем. Смерть его, позорная смерть, была видна для всех, потому, что там на кресте должны были быть мы. наша жизнь такая. И Он отдал всю свою жизнь ради каждого из нас. Но вера наша не только на кресте базируется, а на том, что Он сказал. Я не верю в крест без слова Иисуса Христа. Потому, что некоторые верят в крест как какое-то заклятие колдовство. Я не верю в это. Я верю в то, что Он говорил. Я верю в Его Слово. Поэтому Он говорит, Фома, не будь неверующим. Вера приходит от слышания Слова Божьего. Если в твоей жизни сегодня есть нужда, ты можешь прийти ко Христу, но крест тебе только направит путь, чтобы ты верил в Иисуса. Воскрес и жил новая жизнь. Скажи, жить. Он хочет, чтобы я жил. Правда? Он хочет, чтобы ты жил. Он сказал, я жив, и вы живы будете, не переживай. все, что Он сказал, да и аминь, это свидетельствует Его воскресенье. Ты понимаешь меня, кто из вас понял, что воскресенье очень важно? Воскресенье это твоя жизнь. Чем ты живешь? Ты встаешь с утра и ты не бежишь ко гробу, потому что ты любишь Иисуса, а потому что Он воскрес из мертвых и твоя жизнь только начинается каждый день, каждое утро, каждую секунду. В твоей жизни может все измениться. И у тебя есть сегодня выбор. Послушай внимательно. Следовать за Иисусом или сказать ладно, я верю, я знаю, что Иисус воскрес, я не хочу, мне хорошо и так, я удовольствуюсь тем, что я имею, я нет. Если у тебя есть желание изменить свою жизнь, тебе надо принять Иисуса Христа, воскресшего из мертвых, покаяться перед Ним. Если ты находишься во грехе, чтобы Он явился тебе. Покаяние, кстати, это для всех, для грешников. Явление для жаждущих. Не может быть явление без покаяния. Тебе надо явление Иисуса Христа в твоей жизни. На кресте Он умер для всех, а явился для избранных. Явился ли в твоей жизни Иисус? Может где-то ты еще? Давайте встань. Кто из вас желает принять Иисуса Христа в свое сердце, покаяться? Аллилуйя. Я вас попрошу, каждый раз, когда мы приглашаем новых людей, выходите сюда, мы помолимся с вами вместе. Приглашайте тех, которые нуждаются. У вас есть близкие, родные. Вам нужен Иисус. Вам надо встреча с Ним. Давайте склоним свои головы и помолимся вместе. Господь Иисус, я прошу Тебя, прости меня. Я осознаю, что я грешник. И я прошу Тебя, прости меня и освободи меня от всякого греха. Господь Иисус, я верю, что Ты воскрес в третий день для моего оправдания я благодарю Тебя и я славлю Тебя за Твою жизнь. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты принимаешь меня в свое царство. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Я вас поздравляю. Но послушайте, что нужно сделать, если Вы говорите людям о воскресении, пригласите их в церковь. Им надо встреча с Иисусом воскреш, а не просто, чтобы они там знали о Боге, который Христос воскрес. Мы пошли. Расскажите им об этом, что Он воскрес, и Вы можете быть вместе с нами. Вы видели Иисуса? А хотите увидеть Иисуса? Он здесь, где двое или трое собраны во имя мое. Это Его обетование. Оно работает в воскресении. Аминь. Поэтому мы здесь. Мы ощущаем Его силу. Мы чувствуем Его здесь. Присутствие Его здесь. Аминь. Я вас поздравляю. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Христос воскрес Церковь. Христос воскрес. Христос воскрес.